Алексей, вы прилетели в Россию пару недель назад. Я понимаю, сколько уже отсутствовали и с какой целью визит? Десять дней назад прилетел. Отсутствовал почти что год, то есть реально много. Приехало несколько целей, включая то, что я соскучился за ребятами, за друзьями и вообще за родиной, за обстановкой. Со многими посвечались, пообщались, в том числе то, что вы сегодня видели, я делал мастер-классы, делился с ребятами платно-бесплатно, то есть детям абсолютно бесплатно показывал какие-то приемы, учил их и так далее. Есть какие-то коммерческие клубы или еще кто, меня приглашают, я могу это за деньги показать иногда, ну все абсолютно по-разному. Вот, ну просто поехал по различным делам, в том числе я комментировал мероприятие, то есть 220-е UEC, вот и просто за родиной, соскучившись, да, тяжело как бы долго не быть здесь. Вот что касается бытовых вопросов, Америка и Россия, где лучше, если это можно сравнивать или это все по-разному? Нельзя сравнить, абсолютно разные страны, разные идеологии, разный менталитет, все-все-все. Ну а слушай, теоретически, или не теоретически, или в кавычках, я приехал сюда, я полгода не платил за коммунальные платежи, так полгода назад там товарищ приехал, заплатил. У меня полгода не оплачен свет, полгода не оплачена корплата, там вода и так далее, я приезжаю, включаю кран, у меня все работает, свет горит и так далее. В Америке я заплатил до 26-го электричества, а выехать собрался до 30-го и думаю, ну заплачу там переплату, то что я там проживу, там 3-4 дня лишние. Вот, и 26-го мне в 16-го вырубаются кондиционеры, стиралки, босудомойки, светы и так далее. То есть просто гууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу сразу вновременно. И все. И то же самое будет у меня скоро плата. Если я не заплачу 26-27 приезда, меня выставят просто за дверь. Абсолютно за всем будет. Я шучу со многими ребятами, но на самом деле это так. Вот Данила Бодрова говорил, здесь просто так, все просто так, кроме денег. Они улыбаются, хорошо относятся, но работа работой, извини, деньги, деньгами, никакая там дружба, никакие там, да поверь мне, ты ж меня знаешь, да я там какой-то известный актер политик, спортсмен. Национальный и так далее, это одно, а это другое. То есть там все ровно, чуть-чуть расписано и так далее. Но у них там нельзя сказать поисковскому, что ты там сын прокурора или брат судьи, или боец UFC, милиционер, боец UFC и так далее. То есть, если ты будешь пытаться каким-то званием или чином, как говорится, нас отмазаться, то тебе, пожалуй, будет больше санкция, потому что штраф там или еще что-то. И ни в коем случае ты не сможешь ему сказать какие-то слова, типа ты дурак, послушай меня, я тебя не послушаю и так далее. Это будет ужасно. У нас, как бы, представители правопорядка, это зачастую там можно говорить, я там всем нажалуюсь, ты там никто. Ну, всякие некрасивые абсолютно вещи, некрасившие человека. Я знаю, что ездили, были наши ребята, другие, не буду их фамилией называть, наши российские известные бойцы, в машине ехали, остановили парня, который там живет уже лет 15, остановили полицейский. Он пошел в машине, он подошел к машине полицейский, поговорил и говорит, пойдем там что-то, не знаю, то ли показал, то ли еще что-то ему. Вот, и эти ребята выскакивают с тренировки, он в шортах, с голым тортом, бежит к нему. Да я сам там, типа, у нас в милиции, в полиции, числю с работами, аксилы, сейчас я разберусь, полицейских поставят за пистолет. Ключи там, скажи ему, чтобы он отошел. Я сказал, скажи, чтобы он отошел, а тут бежит к нему этот парень в шортах спортсмен и так далее. Поэтому они там не шутят там с такими вещами. Как думаете, когда сможете давать интервью полноценно на английском языке самостоятельно, да, без помощи переводчика? Я так понимаю, вы сейчас сможете делать, но мешает, как вы уже говорили ранее, там скромность может какая-то. Нет, сейчас скромность не мешает, у меня недостаточно хороший все-таки английский язык, у меня хороший заварный доказ. Я знаю, как эта вещь называется там по-английски, но я плохо еще связываю потяжи, там время и так далее. Я говорю, я хочу сидеть за этот стол, я хочу кушать, я хочу спросить вас, как найти этот дом и так далее. То есть, ну, вот, я сейчас утрирую немножко, да, но немножко вот в таком контексте общаюсь. Сейчас задумался об этом, может быть, чуть посерьезнее, попробовал, может быть, подучить немножко язык. Буквально перед отъездом, где-то две недели примерно учить, начал учить усиленно. Уже весь год. Уже с агентством или пока самостоятельно? Не, самостоятельно. Весь год практически он не учил, но на том уровне, в котором он был, на бытовом каком-то простеньком, с бойцами общался, мне того было достаточно. И часть бойцов тоже, там, то бразильцы, то мексиканцы, то еще кто-то, то есть далеко не все американцы, вот, и далеко не все, ну, говорят, там, на чистом, на хорошем языке. Поэтому, на пальцах мы все показываем отлично, там, и по английскому языке. Вот самая такая, скажем, странная для меня история, то, что вот у вас есть проблемы со спонсорством, да, то, что у вас нет спонсоров. А как сейчас эта ситуация обстоит, и вообще, почему так происходит, вы же, ну, боятся? На данный момент у меня нет спонсора, но очень многие клубы просто не могут себе меня позволить. Они думают, ну, наверное, такой, должен быть дорогой или еще чем, что мы не будем даже обращаться. Некоторые группы, организации клуба, они по каким-то принципам находят себе бойцов, которых они поддерживают. Они нашли кого-то бойца, и все. Вот этот боец, там, ну, не знаю, входит для того, чтобы пролегиозно. То есть у нас есть ребята, вот он хороший, там, я не знаю, христианин или мусульманин, и все. Ну, так мы мусульмане, мы будем его поддерживать. Там брата, свата, и так далее. Вот, кто-то еще богиня. У меня, ну, у меня бывали спонсоры на протяжении моей жизни, но на данный момент, в этот период у меня спонсора нет. И нет его уже года полтора-два, наверное. Вот. Вот вы во время семинара затрагивали такую тему, что на спортивное питание, например, у вас уходит где-то 700-800 долларов в месяц, да? Только на спортивное. Да, только на спортивное питание. Вот, например, да, спортивное питание, мы знаем, что это, как бы, неотъемлемо связано с жизнью, там, бойцов, там, спортсменов. И, в принципе, очень у многих есть хотя бы на бартерной такой основе, что им, там, предоставляют какое-то спортивное питание, а вы, там, даете им какую-то рекламу. Вот у вас такого варианта нет, например, экономика? Нет, не сколько долларов. Бывает такое, но мне этого не хватает. То есть нет такого магазина, который бы полностью закрывал мои все потребности в спортивном питании. Есть производитель, там, классного протеина. Мы можем тебе протеин готовить, но только протеин. Вот, одного протеина у меня мало. Мы можем, там, только еще и предтреник. Ну, я предтреник использую крайне редко, только в случаях крайней усталости и так далее. Это уже на конце подготовленного процесса. То есть я, грубо говоря, готовлюсь три месяца, и только последние, там, три-четыре недели я использую предтреник, когда уже очень сильно уставшие, измотанные и так далее. И каким-то образом можно себя вытолкнуть до тренировок, заставить работу, да-да-да, и при тренинге. Ну, зачем мне его? Я могу его 10 банок взять, а и что мне с ним делать? Он все равно используется, там, через полгода, примерно. Поэтому просто так его набрать или продавать я его не буду, раздарить друзьям. Поэтому у меня уже три-четыре, как бы, грубо говоря, каких-то таких производителей, еще кого-то, которые меня с ним закроют. Ну, я это не ищу сам. Потому что я не могу искать производителей питания, потом производителей какой-то амуниции, там, и так далее. С тренером тоже не могу говорить, что давай по бартеру. Я скажу, ты классный тренер, и в соцсетях, а ты меня поддерживаешь лапом. Вот, и с тренером, и с залом, и со всеми часами, мне нужно им платить, там, и так далее, и так далее. А кто ведет ваши дела в Америке, выполняет менеджерскую функцию? Ну, с моей стороны, это все делает моя супруга, Татьяна, а у меня есть менеджер. В Америке, например, есть менеджер. То есть, все равно какие-то там моменты, все, супруга подготавливает, отправляет, ну, там, запросы, и все остальное. А он же пытается это разруливать с UFC, назначение соперника, и так далее. А в этой проезде придет извешение, прохождение медицины. А вот, в том числе, поиск спонсоров, это не входит в его обязанности? Ну, по-хорошему. Не нашел пока у меня. Я у него спрашивал два-три раза, говорит, ну, пока я не нашел. И доводят, доводят. Ну, я работаю только с Америкой, и мне нужно, чтобы ты говорил хорошо по-английски, для того, чтобы ты мог там что-то заявлять для спонсоров, и так далее. В том числе и поэтому я сейчас думаю чуть больше позаниматься на английском. А может, вот, например, если сменить менеджера, допустим, не приходила такая мысль, возможно, что-то появится лучше, какие-то варианты, или это вопрос тоже стоимости менеджера? С одной стороны, может быть, с другой стороны, может быть, это стоимость менеджера. С третьей стороны, я уже с ним три с половиной года, и я не очень молодой парень, мне осталось там два-три года траться. Как бы сейчас сменять кого-то на концовке, а если поменяешь его на мыло, вот. Поэтому тоже есть сомнения, не хочешь в этом ошибиться, потому что это достаточно большой шаг, значимый. Хотя, мне кажется, это ничего никак не повлияет, но мысль намного влияет. Как-то вы в своем эфире проанонсировали хорошие новости относительно турнира UFC в России, и буквально через пару дней как раз появилась информация о том, что забронированы Олимпийские на сентябрь. Это вы эту новость имели в виду? Просто вы практически угадали. Шучу. Да, на самом деле мне сказали, что сейчас ведутся переговоры, ведутся переговоры, и все, и через два дня после этого я уже это и объявил, что скоро будут хорошие, должны быть хорошие новости, потому что переговоры как раз в этот момент шли. Вот, все, мне позвонили, говорят, несколько часов назад закончились переговоры, на них присутствовали те-то, те-то, подписали соглашение о том, что будет турнир в России. Про Олимпийский, про датки я уже не знал, я знал, что в этом году уже будет турнир в Олимпийском, все. И еще вроде бы на этой российской компании покупают долю UFC UFC. Ну вот, у UFC, в принципе, мы знаем, что достаточно строго со всеми объявлениями чего-либо, да, это мы знаем, например, на примере тому же Релих Ливань, топового журналиста, которого банили UFC за то, что он там рано слишком анонсировал бой Брока Леснера. Вот вам не можете UFC применить какие-то санкции за то, что вы немножко заблаговременно до них анонсируете вот какие-либо ивенты и прочее? Да, я не анонсирую. Про сентябрьский ивент я до сих пор говорю, я не знаю, когда там будет UFC, я знаю, что он в этом году будет. Но вы, в принципе, ньюсмейкер, то есть с вас пошли в предиспределение. Ну я же слухи рассказываю, и не говорю даты, не говорю, кто там присутствовал, я знаю, кто присутствовал, кто подписал, не говорю, сколько будет турниров в 2019-2020 году, а я знаю, сколько их будет и так далее. Поэтому я просто... Слухи, а эти слухи уже знает вся Россия, и без меня они знают. То есть я был толчком, но их начали уже из других источников подтверждать. Вот про сентябрь там UFC забронировано в этом, про то, про то, про то, там какие-то главные карты, даты и турниры. Да, UFC сейчас разговаривает, друзья, я всем говорю, UFC вроде договорились, ребят, по моим источникам UFC договорились, это послал контракт. UFC в Россию приходит все. Когда приходит, что приходит. Мы, да, всего-рого все узнаем. А мне буквально на днях Хабид Нурмагомедов дал 50% на то, что 50 на 50, то, что в сентябре турнир пройдет в России, и 60-70% на то, что он, в принципе, пройдет в этом году в России. Вы сколько когда-то зададите на то, что в сентябре пройдет и на то, что пройдет в принципе? В сентябре не знаю, но в принципе, что он пройдет уже процентами на 90-95 получается. Ага, то есть, в принципе, практически точно. Ну, как вроде все договорились. Но опять же, мне же не говорит это сам Данна Вайт или еще кто-то, кто решает, что он будет или не будет, или нет. Мне говорят, человек, мы присутствовали за столом, там были перекоры указаны, было там, сидело там 6 человек, вот я, 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 вот и все. Я просто ходил на спецслужбе, там, в какой-то стороне, и все, я просто слышал. И он вообще говорит, что мне вот этот рассказал, который сидел за столом, потому что я, там, крутой менеджер, там, крутой, там, двух кого-то и так далее. Вы комментировали чемпионский бой в тяжелом весе на днях, вот, и вы ожидали, что Меоч так легко уберет Дангану после первого раунда, да, что касается? Ну, я не считал, что он его, не считаю до сих пор, что он его легко убрал, но рассчитывал, что Меоч победит и болел за Меочича, хотя было опасно, и понятно было, что если он зацепит, попадет, то Кирдык будет. Меочича, хоть, как уже были Кирдыки, всем остальным ребятам, кому он попадал в голову, Абериму, там, и всем предыдущим. То есть у него страшно, действительно, страшно массово, удары, взрывы очень сильные, удары неприятные, наоборот, необычные снизу верх, то есть такой длиннейший оперуход, то есть и если бы он зацепил, то вряд ли даже, там, Меочич выдержал бы и так далее. То есть он сыграл очень хорошо и технично, и интеллектуально и так далее. Вот ваш бой потенциальный, да, против Нгану прошел бы по аналогичному сценарию, то есть вы пытались, наверное, в поздних раундах искать свое счастье, да, в первом раунде стараться как-то все-таки не сбежаться. Нет, Нган оказался все-таки на полу, как он оказывался у Меочича. Меочич не финиширует на полу, он не борет людей на полу, а я могу бороять людей на полу. Меочич мог его добивать, но он боялся это делать, он боялся чуть-чуть отжиматься, потому что здесь нужно было максимально плотно держать на раунду. Нган очень мощный и такой, пружина огромная. То есть он мог входить в скаке только чуть, отпустишь как бы захват, плотность и так далее. Поэтому Меочич просто удержал и все. Я бы просто выходил на свои вещи и делал бы, я думаю, все равно, что это был бы даже Нгану, не должны были на него пройти. А вот задушить такого, ну вообще тяжелее задушить человека, обладающего такой физической силой, таким мышечным корсетом, чем любого другого человека? Нет, тут именно само воздействие, например, на ту же шею или диафрагму, не имеет значения. Имеет значение то, что он гораздо больше, круглее, выше от пола отстоит, сам по себе даже когда лежит, просто у него за счет мощной груди, и ты когда на нем будешь лежать, одно дело, когда ты лежишь на плоском человеке, а другое дело, когда на высоком, ты далеко от пола, то есть ты вот так по нему расставаешься, получаешься сам по себе таким домиком, на большом, на мощном человеке. Ну и естественно, как бы и силовая, там пружинная вся сила взрывная, у него гораздо больше, он тебя может поразбалтывать влево-вправо. В этом плане сложнее. А в плане самого воздействия на это... В принципе, это реально задушить. Все равно у кого. То, что я бы мог удержать в этом положении. Если не ошибаюсь, у вас в UFC осталось по контракту три боя. По истечению соглашения, да, вам уже, наверное, будет 42 года, да, ну или близко к 42 годам, скорее всего, вы видите себя после завершения контракта с UFC дальше в организации? Это будет зависеть от бою, как я буду. Если я сейчас хорошенько пройдусь и так далее, почему нет? Я не буду смотреть на цифры в паспорте, как говорится. Может, я сейчас бой-два проведу, и пойму, что мне не надо там находиться. Как вы говорите, я там не тяну и так далее. Я и так не говорю. Никому не хочется быть этим самым. Хотя есть поговорка, что лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов. С одной стороны. С другой стороны, все равно ты не можешь находиться, если тебя, например, ментилятор рвут, разрывается и так далее. Поэтому не хочется таким быть. Хотя я с ребятами работаю. Работаю с Сантосом, с Орловскими, с другими ребятами. Там и усишниками, и около усишниками, белоторовцами. И не чувствую себя пока что там в хвосте и так далее. Поэтому, наверное, пока чувствую, что порох в пороховницах есть. Поэтому попробую еще пороховить. Вы кормили с многодетного семейства. И, в принципе, для любого нормального мужчины это самое нормальное, естественное желание. Это зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью. Не кажется ли вам, что в России по теперешним возможностям за такого бойца, как Алексей Олейник, заплатили бы больше, чем платят вам сейчас в UFC? Это тоже, я думал, и это тоже есть. И есть то, что я говорил, бойцовское честолюбие. Хочется все-таки не просто зарабатывать деньги, а иметь еще и уважение, славу. Потому что ты можешь быть здесь. Говорить с тем, что ты самый сильный, я всех порогу и так далее. Но все понимают, что самые сильные бойцы все равно находятся не всегда здесь. У нас бывают очень сильные ребята. Но, как правильно, рано или поздно они переходят все-таки в UFC. Либо по каким-то причинам не хотят туда переходить. Может быть, по здоровью, либо еще почем-то. Есть ребята, которые, в принципе, говорят, ну я туда могу пойти, но я там буду максимум в десятке. Зачем мне это надо? Я лучше здесь буду крутым, сильным и так далее, всех разрывать. Вот в одном из последних интервью вы говорили, что когда был вопрос относительно того, что вам звонил Ахмат, якобы предлагал бой с Емеляенко Александром, вы говорили, что, в принципе, за ту сумму, которую вы им озвучивали, вы могли рассмотреть возможность того, чтобы контракт с UFC прекратить. Это как-то возможно? Я им не озвучил, а я спросил, какие у них есть предложения. Вот, и все. Потому что мы можем разговаривать, но я должен понимать, для чего я это делаю. Ради того же гонорара, который я получаю в UFC, или в UFC получил за 2-3 боя, мне это неинтересно. То есть менять UFC, то, что самое-самое в мире, разрывать контракт и так далее, и вряд ли я после этого попаду не то, что в UFC, даже в Беллатор, потому что со мной никто не будет работать, потому что я таким образом поступил. То есть объясните мне, для чего мне это нужно делать. У меня не было желания с ним драться, он мне не нужен ни в коей веке и так далее. Поэтому я не понимал, для чего. Объясните мне, для чего. А если мы большие деньги, какие большие, назовите. Я в UFC, например, за 3 года, за 3 боя, за последних, это только за 17 год, получил там 207 тысяч долларов. Если мне до 200 тысяч долларов, мне неинтересно. Потому что за 18, но в перспективе я должен получить примерно столько же. Могу, в UFC, могу получить столько же. Все проведут 3 боя, там, например, пару из них выиграют, у меня получается не меньшая сумма, может, даже чуть больше. Зачем мне драться? То есть я здесь с почетом, с уважением и так далее, делюсь в лучшей Лиге мира. Мне неинтересно просто просто драться. Мне нет никого, там, зуба на него, или еще какие-то обиды для того, чтобы я хотел пытаться восстановить какую-то справедливость, или еще что-то. Я имею в виду, вот есть же, да, наверное, сумма, все-таки, за которую вы бы готовы рассмотреть были это предложение? Наверное. А если бы встретились с Александром Емельяниковым, вот в ваш приезд в Москве, как бы эта встреча прошла, пожали бы ему руку, например? Понятия не имею, потому что Саша у нас парень сегодня одно, завтра, второе, позднее, третье. То есть я не знаю, кто кого Ленин, в жизни его не слышал, не видел вообще и так далее. Я думаю, нормально, то есть мы с тобой там оттренировались несколько месяцев вместе там, и он там говорил, Леха с Дружбан, там все остальное, это все было нормально, то есть мы виделись там практически каждый день на протяжении, ну, приличного периода времени. А сейчас он на всю сторону заявляет, что я вообще не знаю, кто такой Ленин. Следующий интервью он сразу говорит, уже он знает мне, говорит, кто такой Ленин, это совсем другой уровень бойца, там ничего не понимает, нет шансов, нет вариантов ни одного, и так далее. Это сюжет понимает, что человек как бы немного, ну, мягко говоря, либо неправду говорит, либо неадекватно что-то говорит. Как когда сегодня ты его не знаешь, завтра его знаешь, позавтра опять не знаешь, он готов. Ну, мне очень понятно его высказывание, в принципе. Ну, мне абсолютно наплевать, он все время там ругался, то нахарит то Оманова, то еще на кого-то, то всем говорят, что там, UFC его не берут, потому что он придет и всех порвет, они из-за этого его не берут. Хотя все нормальные люди знают, почему его не берут, Но, как бы, последние вещи, которые очень, можно сказать, сильное, считай, уважение потерял и так далее, существует ситуация, когда он там с братом начинает, с братом как бы там не ругался, ты не можешь там выносить на ссоры из-за збы, на люди там, и какие-то такие вещи говорить. То есть, в принципе, после этого не хочется ни обсуждать, ни давать ему личный повод, какую-то информационную, вообще упоминать это имя. А вот вы сказали, все нормальные люди знают, почему Александр не может подписаться в UFC, это какие-то медицинские показатели? Все нормальные люди знают, почему он не может подписаться, он никогда не сможет подраться ни в UFC, ни в одном промоушене в американском. Ну, как бы, причину оставим за кадром, наверное. Все нормальные люди ее знают. Вот за вашими плечами уже просто бесчисленный, по-моему, 67 боев в ММА, еще больше по правилам боевого самбо, вот по прошествии такой вот длительный, наверное, самый-самый длительный из действующихся бойцов российских карьеры, что вас беспокоит в плане физически, что вы чувствуете, как карьера такая длительная на вас казалась? Или все? Душа меня беспокоит, душа. Вот, на самом деле, недавно я не прислали ребята ссылку, я в Fight Matrix занесен в книгу рекордов вообще мировых, то есть я вхожу в топ-10 всех бойцов в мире, кто дольше и дольше всех дерется. В 2006 году вы провели первый бой? Да. 21,5 года я сейчас дерусь и профессионально уже дерусь.